Всем привет! Сегодня у вас будет такая тематика. Я даже скажу, что это проблематика. Проблематика знаков в японском языке. Есть в японском языке такие знаки, которые в русском языке не встречаются никак пока что. Дело в том, что мы имеем дело с мангой. Я когда делаю это видео, хочу послать нескольким экспертам русского языка, чтобы они дали мне все-таки совет какой-то. Я надеюсь, что они посмотрят, что они поймут нашу нашу проблему и скажут свое мнение об этом. Потому что это реально какая-то проблема, я не знаю, как ее решать. Так вот, смотрите, у нас есть, так кстати говоря, если вы тот самый эксперт, которому задала этот вопрос, пожалуйста, не прийдете внимание на мой некрамотный русский язык. Дело в том, что я полунемка, полурусская. Я очень много времени прожила в Германии и у меня как-то очень сложно с этим, с русским языком довольно-таки. Так вот, у нас есть манга. Манга – это японский комикс. Там мы видим картинки с персонажами и весь текст, почти что-либо, это слова, это диалог между персонажами. Есть, конечно, также и слова автора, но они встречаются крайне редко. То есть, в основном, это просто диалог между двумя, там, ну, с тремя людьми, да, то есть, как бы, между персонажами. Я пыталась найти что-то подобное, ну, как бы, устная речь в письменном виде, что-то подобное в интернете, и все, что натыкалось, на что я натыкалась, это перенос нашей устной речи в письменный вид на смартфончиках в мессенджерах. Но это немножко не то. Дело в том, что когда мы нашу устную речь переносим в мессенджер, то есть, в письменном виде начинаем писать, то в мессенджерах мы можем использовать смайлики. То есть, мы показываем все наши эмоции, которые идут при разговоре, в виде смайликов. Здесь у нас смайлики недопустимы. Почему? Потому что это симуляция какого-то фильма. То есть, представьте себе, вы сидите в кино, вы видите картинку, вы видите персонажей, и вы слышите интонацию голоса данного персонажа. В манге, например, то же самое. У нас есть кадр какой-то, да, то есть, там, по-саму, там, задний план поставлен, там, с перспективу все поставили, все этот самый план нужный, выбрали. Там стоит персонаж, и он что-то говорит. И в манге, получается, мы видим, что персонаж что-то говорит, но мы не слышим интонацию, с какой, ну, мы не понимаем, с какой интонацией говорит данный человек. И получается, что нужно нам, как переродчика манге, очень сильно изощряться, чтобы понять, чтобы передать ту самую интонацию, с которой этот данный персонаж сказал данную фразочку. Интонацию можно почувствовать при помощи формы облачка. Допустим, здесь форма облачка, она такая, как бы, такая пушистая, мягкая такая, да, то есть, эта девчонка, она, как бы, говорит такой, типа, няшный такой, милый, миленький у неё голосок. Обычная облачка, она такая кругленькая, ну, обычная кругленькая облачка. Ничего такого пушистого, как бы, как сказать, округлённого, более такого округлённого у неё нету. Есть облачка вот такие, да, это резкий крик. Есть вот такие облачка, тоже немножко нервные, тоже, как бы, получается, миленькие, при этом ещё немножко нервные. Далее интонацию можно почувствовать при помощи шрифта. То есть, вот это шрифт самообычный, то есть, тут у нас говорится самообычный текст, то есть, самообычная интонация. Есть вот такой более жирный шрифт, более большой, да, то есть, он громче звучит и более толсто звучит. Ну, и, в общем, в принципе, шрифтом тоже можем как-то звук какой-то понять. То есть, это, допустим, тоже у нас идёт какой-то звук режущий такой, режущий, резкий звук. Вот. Но также японцы используют, помимо вот этого формы облачка и формы шрифта, они используют некоторые знаки, которые мы в русском языке не используем. И про эти знаки как раз-таки и пойдёт речь. Первый знак, он как бы не имеет отношения к интонации, но про него нужно сказать, потому что вы поняли, в чём разница, да. Просто его пишут и для интонации, и для двойной гласной. Вот этот вот знак, это двойная гласная. Но тоже интересно тут, что кинца происходит. Смотрите, в японском языке есть у нас хирагана и есть катакана. То есть, допустим, один и тот же слог, допустим, здесь слово со, можно написать хираганой, и тот же самый со можно написать катаканой. Я думаю, чтобы разница сейчас объяснять, это как бы не особо важно. Ну, скажем вкратце, то, что катакану, она такая более резкая, и её чаще всего используют для иностранных слов. Здесь, допустим, это слово японское, чисто японское, и его написали как бы хираганой. Но при этом чёрточки для двойной гласной, они поставили вот такие. По правилам японского языка, вот эту штукенцию надо написать немножко по-другому. То есть, если мы в гуглопереводчике напишем со, потом тире, ю, тире, то со, ю, этот гуглопереводчик нам не понимает, что я тут хочу сказать. Если это терешки уберу, то он тоже не понимает, что я хочу этим сказать. Дело в том, что в хирагане двойную гласную, продлённую такую гласную, нужно указывать буковкой у, вот так вот, у, и тут тоже буковка у. И вот это он уже понял сразу же. Так, со, ю, да, секунду, секунду. Вот, это лучше звучит, чем я, да? Вот, то есть это со, ю пропевается. Вот эта вторая буковка, здесь у нас буковка со, значит, у нас буковка о пропевается. Здесь буковка ю, значит, буковка ю тоже пропевается. Вот, но в манге у них допустимо, что вместо буковки у в хирагане они тоже могут использовать эту черточку. Обычно эта черточка используется для двойной гласной, для обозначения двойной гласной в катакане. То есть в катакане, допустим, есть слово чизкейк, да? Если я напишу просто, сейчас секунду, катакану включу, катакана. Если я просто напишу чизу, чизу кеки без продлённой гласной, то гуку-пирочек меня не понимает, он не знает, что это такое, это какой-то чизу кики. Причём не ке, а ки он перевёл почему-то, да? Странный какой-то. Но если, ну как только я включаю наши продлённые гласные в нужных местах, то он тут же понимает, что это чизкейк. Всё прекрасно, всё понятно. Если же в данном случае я напишу не терешку, а букву у, как у нас в хирагане у нас продлённая гласная, это буква у означает, да? То есть здесь напишу у, здесь и вот здесь у напишу. То опять-таки, гуку-пирочек нас не понимает, что я имею в виду. Чи-у-зу-ке-у-ки. Вот, видите? То есть как бы тут есть такие нюансы свои с двойной гласной. То есть в хирагане двойная гласная по стандарту обозначается буквой у, а в катакане двойная гласная означает, ну, нужно писать чёточкой. Но, как видите, в данном случае у нас как бы какая-то смесь пошла. Хирагана с катаканой. Это тоже какое-то такое формное описание, тоже приемлемо. Но не все переродчики это дело понимают. Далее что? Далее у нас есть точно такой же знак, но он у нас немножко иной. Дело в том, что до этого, допустим, тут у нас тоже есть пример слова. Если мы это слово напишем без продленной гласной, то Гугл Пирочек нас не поймет. Но если мы вот эту фразочку напишем без продленной гласной, сейчас напишем ее тадайма, секундочку, включаем хирагану, тада-има, то без продленной гласной Гугл Пирочек понимает, что мы хотим от него. То есть можно и так, можно и с продленной гласной написать. В принципе, смысл от этого мало меняется. Почему так происходит? Дело в том, что данная штукенция в данном случае, это у нас не двойная гласная, а просто пропивание гласное идет. И вот пошла наша проблематика. Проблематика с пропивными гласными. У нас в японском языке, вообще просто в японском языке имеется в виду, в японском языке нет согласных букв. Единственная согласная буква, это буква Н. Но про нее, в принципе, сейчас не важно говорить. Не буду про нее говорить, чтобы ее не тянуть. Так вот, получается, что у них есть слоги ТА, ДА и МА. У них буквки Т отдельно нет, буквки Д отдельно нет, буквки М, буквки К, буквки Ж, буквки В отдельные как бы нет. Все время какие-то слоги целые есть. ТА, ДА и МА. В каждом слоге есть гласная буква, которую можно пропеть. Плюс к этому, в японском языке нет ударения. То есть, они могут любой слог пропеть, и как бы это будет звучать нормально. В русском языке у нас есть согласных букв полно. У нас есть ударение. То есть, мы не можем любой слог пропеть. Мы можем пропеть только какой-то определенный слог, на который падает ударение. Данная фразочка переводится, типа, как «Я вернулась». То есть, если мы поставим знак пропевания в конце, как вот эта штукенция, да, то есть, просто многие переводчики, и английские, и русские, они ставят этот знак пропения, вот эту черточку, в конце слова. И я считаю, что это неграмотно, потому что, если мы в конце слова, в конце вот этого предложения, «Я вернулась», поставим черточку пропевания, получается, что нам нужно что? Получается, нужно последний слог пропеть «Я вернулась». Это как-то не так получается, да. При этом мы, как бы здесь, можем перевести на русский язык двумя вариантами. Либо мы пропеваем букву «У», «Я вернулась». Либо мы поставим в конце, просто-напросто, один ускорительный знак. То есть, мы, допустим, когда это дело переводили, мы так и сделали. Сейчас, секундочку, я это дело найду. Сейчас. Вот она, вот она. «Я вернулась». То есть, в оригинальной, в основном, знака здесь не было. Но, так как это какой-то небольшой пропевт пошел, хоть небольшой такой всклик, ну, не знаю, что всклик, я ни слова не могу подобрать, но правильное. Немножко такой, как бы, возглас небольшой. То есть, «Я вернулась», пропевание, и здесь уместно поставить в основном знаке. Либо же поставить несколько букв «У». Хотя, когда у нас идут такие пропевы, то это тоже по грамотности такое, ну, можно, в принципе, написать. Можно. Пропевание пишется у нас «У-У-У-У». Ну, сколько там «У» вам нужно, все время пишем через терешку. То есть, мы тут либо пропеваем какую-то буковку, либо ставим в конце. Но с пропеванием, честно говоря, мне не очень нравится этот вариант, потому что тут, на самом деле, пропевается не один какой-то слог определенный. Мы пропеваем всю фразу полностью. Не «Я вернулась», а «Я вернулась». Можно и «У», и «А» растянуть. Но если мы будем все это дело растягивать, то у нас, в конце концов, место в облачке закончится, и будет все как-то некрасиво выглядеть. Поехали дальше. Здесь у нас примеры посложнее. Вот этот штукенция – это у нас вопрос. Вопрос, который пропели. Вопрос звучит как «И как же ты в такого влюбилась?» Если её пропеть, и «Как же ты в такого влюбилась?» Что конкретно нужно пропевать? Какую букву нужно двойную поставить? То есть, как она в письменном виде показать, что она эту фразу пропела? То есть, смотрите, есть вариант просто «И как же ты в такого влюбилась?» С наук вопроса. Строгий такой вопрос. Либо же вариант с интонацией «И как же ты в такого влюбилась?» Да? Слышите разницу? То есть, получается, по идее, и то, и то написано буквами одинаково, но при этом здесь у нас строгий вопрос, а здесь интонация. Как нам выразить эту интонацию? Пропеть какую-то букву в данной длинной такой фразочке? Мы не можем какую-то одну букву пропеть. Мы, допустим, когда переводили данную мангу, мы в данный момент, мы изошлились и вставили слово «ВОБЩЕ». Как она вообще могла влюбиться в этого парня? Но когда мы вставили это слово «ВОБЩЕ», то у нас немножко смысл фразы поменялся. То есть, было как бы «И как ты вообще в такого влюбиться?» И как она вообще смогла в таком влюбиться? То есть, как бы, слово «ВОБЩЕ» могло добавить в ту самую интонацию, но, честно говоря, там, получается, мы были как бы между двух огней. Либо мы строгий вопрос должны было ставить, либо вот такой немножко изменённый вопрос. То есть, либо изменяем немножко смысл, либо оставляем строгость вопроса. То есть, мы не знали, как это дело решить. Мы поставили так, как поставили. Следующий вариант, сложный тоже. Вот этот вот. Дословно он переводится «НО СЭМПАЙ СТРАННЫЙ». То есть, как бы, сэмпай стал странным. Но сэмпай стал странным. И это дело, она пропевает. Причём, не коротенький пропев, а длинный пропев уже. То есть, ещё, как бы, дополнительный идёт. То есть, у японцев есть маленький пропев, а есть длинный пропев. Вот. То есть, но сэмпай стал странным. Если мы без пропева это скажем, просто но сэмпай стал странным, точка, то это, как бы, звучит довольно-таки жёстко, да? Но в данном случае она это игриво говорит. Она говорит это с игривой интонацией. Японцы просто поставили такую длинную чёрточку, и всю эту игривость показали одной чёрточкой. Мы когда это делали, нам пришлось, опять-таки, вставить новое слово, но сэмпай стал каким-то странным. То есть, если мы данную фразочку переведём, ну, в смысле, прочитаем без слова «каким-то», но ты стал странным, сэмпай, то это тоже довольно-таки жёстко звучит. Но когда мы добавляем слово «каким-то», но ты стал каким-то странным, сэмпай, то она, это слово «каким-то», она, она эту фразочку делает более мягкую, ну, мягкость подойдёт этой фразе, но не совсем то, что нам нужно было. Она должна эту фразочку сказать было немножко игриво, то есть, с какой-то, как сказать, немножко с флиртом, но стал каким-то странным, сэмпай. Можно было, конечно, пропеть букву «а», но стал каким-то странным, сэмпай. Можно было сэмпай пропеть. То есть, как бы у нас время, когда мы переводим манку, у нас возникает проблема, что конкретно мы должны изменить в русском слове, чтобы передать ту самую информацию, которая нам нужна. Японцы не парятся. Они ставят эту вот чёрточку «пропевание», и им идеально всё подходит. То есть, это как бы вместо точки они даже используют. Вот. Хотя говоря, точки в конце продолжения их почти нигде не используют. Это тоже проблематика, но об этом давайте в следующем видео расскажу. Сейчас пока что будем разбираться с знаками пропевания. Ещё один пример. «Хэй». Да? Вот это вот «не», потом пропевание идёт, и потом приглушение. Вот эта маленькая «цу», она, по идее, должна стать перед согласной и означает вдвойную согласную. То, но у нас после маленькой «цу» ничего не идёт, поэтому она означает, что данную вот это «не», она у нас приглушается в конце. Да? То есть, мы это дело перевели как вот так вот «хэй» и многоточие. Хотя, говоря, здесь можно было пропев «хэй» сделать, то есть «хэй» вот так вот, да? Но если мы ставим «хэй» и потом многоточие, то это уже как-то немножко не так звучит. Это было просто «хэй», типа как такой скромный «хэй». Если мы поставим без многоточия в данном случае, без многоточия, то получится просто «хэй». Такое бодренькое, хорошенькое «хэй». Как дела у тебя, да? Ну, в данном случае это более скромное «хэй», и поэтому вот это, чтобы выразить эту скромность, мы добавили многоточие. Продлевать «хэй» мы не захотели, потому что звучало бы это немножко как-то, уже немножко не так. Хотя, по идее, можно было бы это дело удлинить. Далее что? Далее у нас следующая фраза вот здесь вот. У нас тоже идёт длинное пропевание. Длинное пропевание означает, что это у нас, опять-таки, игривая интонация идёт, да? Как у нас фраза копируется? Хоть это и правда, но ты всё ещё так плохо к нему относишься. И восхватный знак мы поставили. Но этот восхватный знак, здесь у нас тоже двоякий смысл может показаться, да? То есть это либо какая-то жёсткость может показаться, либо же это как раз-таки то, что нам нужно, вот эта вот игривость небольшая, да? Но в данной фразе игривости не чувствуется никак. Это восхватный знак, это у нас всё время какая-то жёсткая фраза. Ну, чаще всего у нас ассоциируется с жёсткой фразочкой. Так что здесь мы проблематику, ну, в смысле, здесь мы никак не смогли выкрутиться и никак не смогли передать нужную интонацию. Здесь вот, здесь тоже мы не смогли передать нужную интонацию. Здесь у нас идёт То есть это тоже опять-таки Ну да, именно, именно, да. Так оно и есть. Как-то так должно было звучать. Но если поставить восхватный знак в конце, то это будет именно. Это совсем другая интонация. Притом облачко, оно самое обычное, это какого, кругленькое, и оно не даёт дополнительной информации по интонации. Вот. Поэтому восхватный знак здесь поставить нам было никак. Так, именно, если мы это именно пропели бы, да, то тоже, вот смотрите, если мы пропадём именно, то тоже получается, что мы как бы жёсткость какую-то показываем. Именно. А там она мягкость показывала во своей интонации. Солодес её. Да, так оно и есть. Вот так вот нам было написать, наверное. Но в этот момент мы просто-напросто уже не это самое, не додумывались от такого. Далее что? Далее у нас есть ещё вариант этого пропева в начале предложения. Вот здесь у нас, да, последняя фразочка в данной главе. Секундочку. Вот она. Мы вообще её никак не вставили. Но тут у нас есть пропев в начале предложения. Как это у нас вообще понимать? Это очень сложно, и мы, как переводчики, с этой задачей не справились здесь. И напоследок добьёс эдаким знаком. Это вот этот знак. То есть у нас пропев, длиннющий пропев, и потом многоточие идёт. При этом никаких букв, что конкретно она должна пропевать, нет вообще. То есть до этого были какие-то фразочки, да, вообще другому персонажу, который относится. А эта фразочка, это её как бы мысли, да. Они не в облачке, они где-то в воздухе, значит, это мысли данного персонажа. И они у нас просто-напросто пропев, молчание, а потом уходит в задумчивость какую-то. Вот как вот это в русском языке показать? То есть это... Причём смайлик мы поставить здесь не можем, потому что это не тот формат, чтобы смайлики ставить. Здесь есть чёрточки и точки. Поэтому как бы чёрточки у нас вертикальные, да, а мы считаем по горизонтали. И поэтому, ну, я как переводчик манги, я, честно говоря, в ступоре и не знаю, что с этим делать. Фух, ладно. Мы в данном случае просто оставили японский оригинал, типа это самое, пускай писатель сами как бы понимает, что здесь имеется в виду, потому что в русском языке у нас нет аналога данного символа. Вот. На сегодня пока что хватит на данное видео. В следующем видео покажу тоже знак пропевания, но уже в звуках. У нас тоже в манге присутствуют звуки, ономатопоэтизмы различные. И там тоже присутствуют эти чёрточки. И в них тоже есть свои как бы нюансы. И ещё у нас есть тоже знак пропевания, но уже немножко другой. Знак пропевания волнистой линией. О нём тоже в следующем, ну, через видео уже буду говорить. Так, всем, кто понял, в чём проблема, и все, кто может хоть как-то нам помочь, посоветовать что-то, то, пожалуйста, пишите комментарии, и мы будем очень благодарны. Не только я, но вообще все переручки манги будут вам тоже благодарны. Спасибо за внимание, и до скорой встречи.